Всем привет! У нас выходные и приехали мы на Голдкост. Да, привет, привет! Идем в кафе. Это наша первая точка. Прочитали, что неплохое, оно именно как частный дом. И кафтай. Должно быть здесь вкусно. Очень много людей. Сейчас пойдем посмотрим. Кстати, место такое, полностью забитое. Людей полно. Все столики забиты, а очередь так вообще... Я не знаю, сколько там людей стоит. Очень много. Вот такая очередь, это только начало. Там продолжается. Ну, наверное, человек 100 стоит, если не больше. Очередь веселая, короче. Сколько взаимодого повинности. Я, кстати, такого дома не видела. Да. Причем в округе здесь есть еще два или три кафе. Ну, пока мы машину искали, где припарковать. И такие же в домах сделаны, то есть, ну, подобие этого. Но там нет очереди. Там люди тоже есть, все. Но нет такой очереди. Нет. Сколько километров здесь очередь? Нет, ну, метров под... Не знаю. 70-80 будет, под сотня метров очередь. Ну, попробуем. Стоит ли она того? Принесли нам наш заказ. Очень красивые блюда. Вот это такой десерт. Как пончик с различными добавками. В общем, тут все пока нет. У Ивана чикенбургер, да? Да. Чикенбургер. Причем они пишут, что у них сорт добрый. То есть, хлеб не такой. А это у нас очень вкусно, да? Это чикенбургер. Нет, вот они бифбургер. Чизбургер. А, точно. Чизбургер. А у меня это такой турки-тости вместе с индейкой и, как это, крэнбери джемом. Очень такие красивые блюда. Будем пробовать. Но пока кофе вот мы выпили, очень вкусно. Да, только в прошлом. Вышли мы из кафе и хотим порекомендовать, если вы будете в Голдкости и искать будете место, где покушать, перекусить. Вот это место называется Федек, да? В районе Бурлей. Да, Федек в районе Бурлей. Очень вкусно. Нам вообще редко когда нравится, но здесь очень вкусно. И порции вообще на слона. Кондские порции, во-первых. Во-вторых, ну, само по себе заведение очень пользуется популярностью. Я отстоял полчаса в очереди. И она быстро, в принципе, шла. Она была очень большая, она быстро шла. И принесли нам быстро. Принесли быстро. Ну, и, в принципе, столики всегда есть. Ну, свободное. Дело в том, что нет такого, чтобы не было столика. Одни встают, другие уходят и приходят. То есть, некоторые берут именно тейквей. Поэтому тоже такая вещь. Берут, покупают, потому что у них своя выпечка здесь, своя пекарня. То есть, они пекут свой полностью весь и хлеб, и булочки, и пончики и так далее и тому подобное. То есть, все эти вещи делают сами. Да, так что, в общем, чтобы не затягивать, очень часто бывает, что тяжело найти хорошее место. Вот это место мы рекомендуем. А мы двигаемся дальше. Вот это место, где-то открыто. Вот здесь вот. Так что, там можно сделать, что-то это просто, как бы, вверх. Ветх. 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 Неск. Ветх. 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 Субтитры делал DimaTorzok Да, давно мы не видели вот таких танцующих Харе Кришна, да Харе Кришна, да Харе Кришна, вот Они идут и поют песни Я помню, у нас раньше такие ходили А здесь первый раз вижу О, танцы, танцы О, танцы, 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 танцы водка суда а здесь идут соревнования по серфингу насколько я понимаю сейчас мы подойдем поближе посмотрим то есть люди стоят наблюдают волна сегодня бешено огромная и вот как раз когда не знаю что там видеть можно но убедить что-то здесь сегодня наверное в честь этих соревнований по серфингу очень много таких мобильных барчиков приехала и take away of вот этой стороны именно алкоголь поэтому зона так ограждена людей много мобильных 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 м ф Сейчас мы перешли в Бурлей Нейшнл Парк и вот этот один из треков 1.2 километра вдоль набережной. Должно быть красиво. Слева океан, а справа получается как такая растительность, периодически тень, так что сегодня в принципе тепло, обещали до 25. Сегодня, кстати, у нас какое получается число? 30 мая. Какое мая? Аж апрель. 30 апреля, пардон, да, в мае 31. 30 апреля, температура на улице где-то около 25 градусов, народ купается. Ну как раз хорошо, не жарко. Да, очень шикарно. Вчера дожди шли и вот так вот классно распогодилось сейчас. Вот здесь такой небольшой лукаут можно посмотреть. Соревнования идут по серфингу, люди наблюдают. Смотрят, правда там, если честно, без биноклей и либо увеличительных этих черт-чо увидишь, вот они готовятся там. Ну это в GoPro, конечно, вид даже не будет, но не важно. То есть люди отдыхают, ходят, гуляют, расслабляются. Красота. Кстати, у нас 1 мая, для тех, кто не знает, в Куинсленде, именно в штате Куинсленд, 1 мая, как и во всем мире практически, это Labor Day, то есть это день всех трудящихся, да. Так что первомайские праздники здесь тоже проходят. А в других штатах, например, как и в Новой Зеландии, там в октябре или что-то такое, да, сколько я помню. То есть не знаю, почему, к чему приурочен. Ну, здесь все как у людей, по большому счету. Так что у нас сейчас выходные. Да. Здесь очень необычная растительность. Полно пальм. И океан. Полны сегодня огромные. Продолжение следует... 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 Так, это мы идем по второму треку, он именно повыше, на возвышенности, и здесь в основном растительность. Уже повыше океана его не видно. Вот так выглядит австралийский лесок. Ну, такой Рейнфорест, да, такой маленький пятачок, показать людям, как оно выглядит. Конечно же, вы можете за городом найти больше таких мест, однако в черте города вот есть такие партии. Ну, и здесь такая сильная влажность. Очень сильная, потому что он сюда не попадает, смотри, практически. Соответственно, из-за этого так и получается. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А сейчас делаем небольшой рам-тур квартиры, которые мы сняли здесь на Голдкост. Так, это двухбедрумная квартира. Такой холл вместе с кухней. На кухне есть все необходимое. Холодильник, посудомоечная машина, кофемашина. Вот такая гостиная с выходом на балкон. И плюс этого отеля в том, что здесь первая линия и вид прямо на пляж. Сейчас подвинем. Океан. Да, как высоко. 25 этаж, кстати. Такой вид. Красивый. Кстати, больший у нас есть. Да. Это здесь такой вот балкончик. А, вон она. Да. Затем одна спальня с этой стороны. Это как мастер-бедрум. Тоже с красивым видом. Здесь свой туалет, ванная. Все вроде в хорошем состоянии. И напротив еще одна комната. Спальня. Это именно для двоих. Здесь можно заказать, кстати, кровати либо раздельные, либо цельные. И также большой... Даже небольшой, хороший вид. Вот. О, и здесь, кстати, вот балкон. Так что по виду вроде все красивенько, чистенько. А, да, кстати, здесь еще одна ванная. Для этой спальни, которая вторая. Тоже, только чуть-чуть меньше. И, кстати, у них здесь Кэдин Мерфи. Косметика. Попробуем. Попробуем. ATION. Попробуем. Попробуем. Продолжение следует... Вечерняя прогулка по Суперс Парадайз. Да, клочейки меня немножко напрягают, надо мной летают. Людей много. Воскресенье вечер. Вапьян. Уф. Воскресенье. Воскресенье. Продолжение следует... 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 Ну что, Иван, нравится тебе на Голдкост? Голдкост – хорошее место, да. Переезжаем? Не хочу в квартире жить. Все хорошо, но опять же, если ты покупаешь дом или арендуешь дом на Голдкосте, то тебе все равно, понятно, что быстрее, да, опять же. А на работу мне, в принципе, наверное, то же самое до центра города ездить. Но смысл-то не в этом. Не подальше. Ну почему нет, до центра то же самое, это нам ехать. А, ну да. То есть, в принципе, до центра то же самое примерно. Но смысл не в этом. Я как бы, вот приехали, отдохнули. Вот квартиру здесь иметь для отдыха, да, это классно, конечно. Приехал на выходные. Квартира-дача. Квартира-дача, да. Все. Останавливались мы вот в этом Меритон. Огромное здание на 25 этаже. Здесь квартиры. В принципе, нам понравилось, что касается квартиры. Чисто. И очень красивый вид. Потому что здание расположено вот буквально в первой линии. Сразу на океан. Ну, вы видели, какие виды. Меритон. Сразу на океан. Сразу на океан. Сразу на океан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok